Будда Кошалёва – случайный невеликий белорусский райцентр. С 20-х годов 19-го года, я думаю, как вёска, в 1971-м набыл статус города. Зараз тут проживает около 8 тысяч человек. Чугунная станция, некакие предприимства по вытворчеству мяса и пластмассовых вырубов, музей и картинная галерея. Будда Кошалёва, саправдой, можно назвать типовым городом Беларуси. Тем больше важно ведать, чем живёт город и какие проблемы хвалюют гораджан. Подчас встречи с местом Межихарами, размова по махчамости бытовниства в городе-бассейне и социальных рантах, где плануется заменчать помер пенсии працующим пенсионерам. Теперь об этом можно доведаться особисто от кероника державы. Выгонять пенсионеров? Нет, не загонять. Некоторые пенсионеры? Уменьшить пенсию. За что? Если они работают. Подождите. Там до процента 15. Послушайте, такие предложения до сих пор мне вносят. Я категорически просил. Почему? Он заработал эту пенсию, как я у него заберу. Тем более, она ещё и небольшая. А как? У кого небольшая нет, а у кого большая забрать? Не надо. Одинаково всё зарабатывать. Не надо. Мы лучше будем идти по пути создания новых рабочих мест и зарплаты. Подтримка и развитие социальной сферы. Сегодня так само сердце державных приоритетов. Будда Кошалёвская центральная районная больница сучастной выглядеть была в 2005-м, после завершения другого этапа по будовницам. Что год больница оказывает стационарную допомогу больше 8 тысяч пациентов. У денег Великой членой войны Евген Долецкий у больницы бывает довольно часто. По-перше, каже, худка будет 95 годов, у взрослых немаленьких. По-друге, подчас войны он был в несколько раз поранен. Зараз это так само отбивается на стане здоровья. Ну, что мне объезжаться на больницу, нечего это. Медперсонал относится хорошо. А то, что хворобы, которые по возрасту и по... Я трижды ранен. Мне делали рентген, маленькие осколки где-то уши, сейчас-то вообще это вот. До речи, сегодня укомплектованы с кадрами медустанов Будокашалевского района, складая около 95%. Значно горшая ситуация, зная уносит специалистов у сельской господарцы. Подчас справоздачи президента по социально-экономическому развитию Гомельской области, сочиня Абробоканкама, Владимир Дворник, каже, что сегодня это одна значная проблема, которую необходимо вырешать в регионе. Я еще раз об ее узгадываюсь при разгляде пытания о наведении парадку на земли. На протягу опущенных пяти годов на Гомельщине реализуется программа, что годов доброго парадку не никаких районных центров. Значная увага надается так само непосредственно Гомелю, але постоянный рост населенства створяя пыльные проблемы. Отток населения, что был в районные центры, в другие города. Видим эту проблему, но по 50 тысяч, по 60, 70 прирост за 10 лет это много. Для области это много. Поэтому надо как-то рассредотачивать людей. Если сместить центр тяжести по жилью в район, и закрепление будет. Ну там мы делаем без всяких проблем. Мы сегодня уже пошли по сельским районам уже дальше. Значит, мы сегодня выстраиваем маршруты таким образом, чтобы увязать рабочее место горожанину в сельской местности, чтобы туда двигался автобус рейсовый и вечером забирал. Бодокошалевский районный дом культуры – соправный центр культурного жития. Только с початку этого года тут проведено количество 130 мероприемств, а при этом заняток по интересам тут можно найти практически каждый. В нашем учреждении функционируют 15 клубных формирований для разных категорий населения. Это и дети, и подростки, и пожилые, и молодежь. Подчас наведывания Бодокошалевского районного дома культуры президенту рассказывать об развитии в регионе ромесництва и заховании народных традиций, а так само демонструить некольких музыкальных номеров. После завершения выступлению Александр Лукашенко, оказывая подяку самодельным артистам, цикавится их житьем и называя Бодокошалевшину Магиновым раем. Ну молодцы, спасибо вам. Спасибо вам, спасибо вам большое. Живите долго, мирно. Вам здорово. Вы в городе живете? Да, здорово. Здесь. Ну, город у вас сегодня красивый. Вот я говорю, чтобы он всегда был. Работаем на сельском хозяйстве. Твои огородки. Ну вот. А ты говоришь, не хватает тебе чего-то. Ой, все свое. В этом году урожай – это небывалый урожай. Серьезно, я первый раз к своему стыду знал, что там малиновая икра. Или вы тоже не знаете. Нет, не знаете. Теперь я буду знать, где покупать. У меня тоже малина дома есть, но не такая. По словам Александра Лукашенко, визит у Бодокошалева по разных причинах переносил все трочи, тем больше макшумностью было у региона подрехтоваться. Сегодня президент облетел город на вертолете и заставший задоволен и убаченным. Бодокошалева повинен стать сопроды европейским городом. Зараз это тем больше актуально, что в свете сопротивление с Беларусью надает все больше великое значение. Опять же, я сошелся на министра странств, дел Германии, который уже публично заявил. Просто порядочный, откровенный, наверное, человек. Он сказал так, что мы бы хотели видеть Беларусь, как связующее звено между Востоком и Западом. Нет, без Беларуси нет Европы. То, что мы всегда говорили, я всегда вас убеждал в том, что у нас будут нормальные отношения с Европой, потому что мы сами сердце Европы. И вот наша роль, наше будущее. Мы должны быть этим связующим звеном, если Европа этого хочет, а европейцы этого хотят. Олег Синтеров, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель» с Будда Кошалева.